Привет, друзья, еще раз! В этом видео я начинаю серию обещанных учебных уроков для чайников о настройке различных авиасимуляторов для вашего первого полета. Начнем, пожалуй, с самого сложного и интуитивно непонятного симулятора, а именно Falcon BMS. Разобравшись в нем, вы поймете основу в настройке других авиасимуляторов, к которым мы перейдем позже. С ними же все будет гораздо проще, особенно их установка. Для установки Falcon BMS нам потребуется оригинальный Falcon 4.0, так как современный аддон BMS ищет ключ в реестре от оригинальной игры 1998 года и только после его нахождения позволяет ему установиться. Поэтому нужно купить оригинальную игру, например, в стиме. Также нам потребуется сам аддон BMS, 4 патча к нему от 2 по 5 и 2 дополнения с новыми театрами боевых действий, балтийский и израильский, для более-менее полноценной игры. Опционально можно к этому списку добавить и новые текстуры для театра Кореи и для кабины самолета. Для скачивания всего этого добра я оставлю ссылки внизу. Но знайте, что для бесплатного получения Falcon BMS вам нужно пройти несложную процедуру регистрации на официальном форуме аддона. И после этого по торрентам скачать Falcon BMS U1, U2, U3, U4, U5. К сожалению, разработчики не сделали кумулятивный патч. После того, как все скачано, начинаем устанавливать игру. Первое, нужно установить оригинальный Falcon в стиме. После установки стимовской версии устанавливаем сам BMS. Но не в папку с Falcon, а в новую любую другую папку, для наглядности назову ее Falcon BMS. Жмем всегда Next, здесь не должно возникнуть трудностей. Сделаю только ярлык на рабочий стол. Вы же можете добавить его и в панель задач. В принципе все, игра установлена, уже можно играть. Нам же осталось установить патчи и аддоны. Жмем на патч U2. Как ни странно, при установке патчей от U2 до U5, нужно указывать не папку с установленной игрой, как обычно, а папку с распакованным инсталлятором U1. То есть ту папку, откуда мы устанавливали BMS, а не куда. Опять жмем Next, 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 идем по меню, ничего сложного. Проделаем данную манипуляцию со всеми другими патчами U3, U4, U5. Как мы видим, инсталлятор нам показывает те патчи, которые мы уже установили. После установки патчей, закроем все окна и запустим установку Израиля. Израиль же, в отличии от патчей, устанавливается в папку с установленной игрой. Покажем ему папку Falcon BMS. Израиль установлен, время устанавливать Балтику. Для этого распакуем архив addon Baltic в папку Data, что находится в каталоге с установленным Falcon BMS. Теперь нужно сообщить игре то, что мы установили новый, Балтийский театр боевых действий. Для этого нужно в файле theater.lst, что находится в папке falcon.bms/.data/.terdata/.theaterdefinition/. Вписать с помощью блокнота следующую строчку. Далее, нам нужно установить опциональные улучшенные текстуры Кореи. Для этого соответствующий архив распаковываем в falcon.bms/.data/.terdata/.korea. Далее устанавливаем опциональные, хотите да, хотите нет, текстуры кабины. Для этого распаковываем с заменой файлы с расширением DDS из архива в falcon.bms/.data/.terdata/.objects/.korea.obj. Обратите внимание, переносим сами файлы, а не внутри архивную папку, как piece.textures.bms. То есть, если файлы не заменялись, то вы что-то сделали неправильно. Все, игра установлена, можно запускать. Для этого тыкнем на ярлык на рабочем столе или на файл лаунчера из папки falcon.bms. Да, и не забудьте вначале подключить джойстик и запустить, если есть трекер. Если вы до этого этого еще не сделали. Запускаем лаунчер. Как видите, здесь есть некоторые опции, они вам пока не нужны. Включите только текстуры высокого разрешения, устанавливая галочку. А в этих опциях вы можете кастомизировать ваши F-16. Например, снабдите ранние блоки самолетов цветными индикаторами и так далее. Ладно, жмем launch, запускаем игру и настраиваем управление. Первым делом внизу, проверьте вашу версию, она должна быть 4.33.5. Если так, то вы все сделали верно. Нажмите Theater наверху и выберите театр боевых действий из списка. Немного поменяются менюшки. По умолчанию у вас стоит Корея. Но учтите, при смене театров нужно перезапускать игру во избежание глюков. Например, выберем театр Израиль. И теперь давайте настроим графику и управление в игре. Заходим в меню Setup. Жмем кнопку Graphics. По умолчанию все стоит на отлично. Осталось только выставить плотность травы и деревьев для большего реализма. Выкрутим их на максимум. Нажмем кнопку Simulation и выставим реализм игры. Проверьте, что все стоит на Accurate и Realistic. И для реализма выключены читы. Ниже их посередине включим Smart Scaling для лучшей видимости контактов. Играть будет более приятно. Зайдем в Controllers и давайте настраивать управление. Это важно. В этом меню нужно выбрать ручку управления самолетом. Ни тягу, ни педали, а именно РУС, ручку управления самолетом. Начнем с осей. Жмем Advanced и посмотрим, включен ли наш трекер, если он у нас есть. Эти две зеленые галочки должны быть включены. В принципе, по умолчанию должно быть все ок. Далее заходим в подменю Flight Control. Здесь начинаем выбирать каждой игровой оси, наши оси органов управления. Начнем с педалей или рыскания. Выберем ось тяги или рычага управления двигателя РУДА. Если вы будете летать только на F16, второй РУД вам не нужен. Он нужен только F18. Далее, выберите оси тормозов шасси, правой и левой. Я использую для этого нажатие на педали. Если у вас педали нет, пропустите этот шаг. Вы тормозить будете на бетонке с клавиатуры. Ну и наконец, самые основные ося для любого джойстика. Pitch, Tangash, то есть на себя и от себя. И Roll, Crane, то есть наклон джойстика вправо и влево. Еще рекомендую со всех осей убрать мертвую зону, если у вас нормальный джойстик. Поставьте везде None. Также вы можете обратить функции оси наоборот, поставив галочку Reverse. Оси настроены. Вернемся назад и выставим управление на кнопки джойстиков. Кнопки настраивать будем в этом списке, нажимая мышкой на функцию и нажимая на требуемую кнопку джойстика для привязки. Если у вас нет трекера, то найдите седьмой пункт меню, View General Control или основное управление видами. И здесь на пункты Rotate View Up, Down, Left, Right, а также наискосок настроите вашу хатку для управления вашим взглядом. Ниже есть важный параметр Increase Fow это отдаление и Decrease Fow это приближение взгляда по факту изменения угла обзора, то есть как бы зум в других играх. Едем дальше. В меню 5.11, то есть Flight Stick, есть все кнопки, которые находятся на ручке управления самолетом настоящего F-16. Найдем кнопку NWS Air Disk Missile. Эта кнопка, помимо прочего, разблокировки носового колеса. А прямо над ней Weapon Release Pickle, это пуск ракеты с Bross Bomb. Там же еще на одну выше, Second Trigger Detent, это стрельба из пушки, то есть гашетка. Еще выше есть кнопки Trim Up, Trim Down, Trim Left и Trim Light, это тримирование самолета. Тоже ставится по умолчанию на RUS, но у F-16 очень умная DSU, которая сама тримирует его по сути, то есть тримирование там особо не нужно. Еще выше есть кнопки позиционного переключателя CMS, он отвечает за управление RAP. Нам интересен CMS Up, это по умолчанию выброс тепловых ловушек и дипольных отражателей. Переходим к пункту меню 2.19, это ручка управления двигателем, вернее все ее кнопки, настоящего F-16. Поставим самое необходимое. Speed Brake Switch Open, выпуск воздушного тормоза, тормозных щитков. Speed Brake Switch Close, уборка воздушного тормоза. Def Switch или Dogfight Switch, быстрое переключение всех систем самолета в ближний бой пушкой. Def Switch MRM, ближний бой ракетами. Главным образом для быстрого переключения и применения ракеты IM-9 Sidewinder. Ниже есть блок кнопок RDR Cursor Up, Down, Left, Right, это по сути джойстик управления стробом, то есть маркером на радаре, которым выделяют цель. Еще нужно запомнить кнопку Cut-Off Release, это защелка для управления рудом, без нее самолет не запустится. Вот в принципе и вся основа для запуска, взлета, введения ближнего воздушного боя и посадки. Не, можно конечно еще нагроматить кучу функций, например на root поставить функцию AF-out для обмена информацией по даталинку, или если вы имеете максимально продвинутый джойстик типа Warhawk, установите на него функцию 4-х позиционных переключателей TMS и DMS. И для кучи забейте в Pinky Switch для управления контейнером Lantirn, но это пока лишнее и уже для более продвинутых пользователей, так что пока не берите в голову. А лучше зайдите в быстрый вылет, чтобы проверить ваше выставленное управление. Для этого жмем Dogfight, Furball, жмем самолетик и выбираем наш самолет. По умолчанию стоит F-16, блок 52. Давайте уберем ракеты и жмем, можем здесь выбрать самолеты из списка, да, разные F-16. Жмем на иконку самолета справа внизу, полетели. Проверим нашу хатку или трекер, как работает. Вверх, низ, слева, право. Фов увеличим, уменьшим приближение. Пошевелим русом вправо-влево. Тангаж на себя и от себя. Вот, далее посмотрим, как работает тяга вперед и назад. Вот, педальками пошевелим. Самолет дергается по рысканию, все отлично. Да, и мы с вами не поставили управление закрылками. Здесь все просто, у F-16 они автоматические. Поэтому, просто пока забудьте про них от слова совсем. Проверим выпуск и уборку воздушного тормоза. Пока не забыл, J на эквивалатуре это выпуск и уборка шасси, а K это тормоз шасси. Выкинем ловушки, нажимая кнопку CMS UP. Нажмем 3, вернемся в кабину. Включим режим Dogfighter, нажмем гашетку. Вот на этом и все, краткий урок по настройке симулятора Falcon BMS закончен. Документацию доп.ссылки смотрите внизу в комментариях. А посему, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, будь он не ладен. Всем удачи и еще полетаем. Спасибо.